Здравствуйте, наши дорогие слушатели! Сегодня мы с вами поговорим о том, был ли импрессионизм в скульптуре. Вопрос-то довольно непростой. До сих пор искусствоведы и специалисты не пришли к единому мнению, что же такое импрессионизм в скульптуре и был ли он вообще. И мы сегодня с вами поговорим о тех мастерах, кого при жизни на рубеже 19-20 века импрессионистами называли. И начнем мы с одной очень известной скульптуры. Это работа Эдгара Дега, которая называется «Маленькая 14-летняя танцовщица». Эта скульптура была им выставлена в 1881 году на выставке импрессионистов и произвела полнейший скандал. Дело в том, что она абсолютно не соответствовала тем академическим нормам, которые до сих пор еще царили в скульптуре. На тот момент только-только начинает выставляться Айгюст Роден, который после 40-летнего возраста только становится более-менее известным художником, и его творческий метод, его сюжеты тоже не воспринимаются публикой абсолютно на ура, у него масса критиков, и многие довольно тяжело воспринимают его введение в области скульптуры. И если Айгюст Роден – это хотя бы скульптор профессиональный, Эдгар Дега – это в первую очередь живописец, и скульптура «Маленькая 14-летняя танцовщица», это, собственно, его первое произведение. У Дега нету выучки академической скульптурной, поэтому он позволяет себе экспериментировать и в области сюжета, и в области того, как скульптура вообще создается. Почему же это произведение произвело скандал? Дело в том, что, во-первых, сюжет, который выбирает мастер. Мы знаем, что он к теме балета очень часто обращается, это одна из ведущих тем в его искусстве. Но тоже к миру балета он подходит с очень нестандартной стороны, да, то есть он первый, кто мир балета начинает показывать из-за кулис. И вот эта девочка – это, собственно, тоже образ, связанный с миром балета, который видит Дегай, который он показывает. Вот таких девочек называли «крысками», да, то есть это были юные танцовщицы, которые только-только вступали в мир балета. И что поразило публику? Публику поразило, во-первых, что мастер выбирает такой сюжет, и что он изображает абсолютно современного в очень реалистичной манере подростка. Я вам потом покажу просто для сравнения, что было распространено на тот момент в скульптуре, и что публика, собственно, любила и воспринимала очень благосклонно. Вот эта работа показалась на тот момент слишком реалистичной, поскольку скульптор еще и решил использовать настоящие вещи, то есть он одевает свою скульптуру в корсет, в пачку, он завязывает бант на волосах этой девочки, и известно, что когда скульптура была только выставлена впервые, мастер еще использовал парик для того, чтобы имитировать ее прическу. Более того, скульптура показалась слишком реалистична, потому что мастер использовал довольно необычный для того времени материал. Это воск. В основном мастера тогда работали либо в глине, либо в гипсе для того, чтобы скульптуру, потом вот эту модель, если будет возможность, перевести в материал более дорогой, в мрамор или в бронзу. С воском, если и работали, то работали только для того, чтобы создать какие-то вот такие небольшие совсем модели. Дега же, в свою очередь, воск использует как основной материал, и он слишком огрубляет поверхность своей скульптуры, то есть так, как это на тот момент практически никто еще не делал. Только Роден и несколько других скульпторов, экспериментаторов будут в этой области работать вот так, огрубляя немного форму и придавая определенную фактуру поверхности скульптуры. И я вот чуть ближе вам показываю само это произведение. Как раз вы можете обратить внимание, что мастер абсолютно не сглаживает поверхность скульптуры, как это было свойственно академическим мастерам, особенно если речь шла об изображении обнаженного тела. То есть там всегда все было максимально отполировано и в бронзе, и в мраворе. Дега оставляет довольно фактурной поверхность своего вот этого материала. Более того, еще и сам образ девочки казался слишком утрированным и даже некрасивым, и даже уродливым. Сейчас я вам просто прочитаю несколько таких критических отзывов об этой скульптуре, потому что действительно это был скандал, и вообще после вот этой истории Дега, собственно, свои произведения скульптурные больше не выставлял. Вот такого рода были отзывы. Она похожа на обезьяну, ацтека, абортированный за родыш. Будь она меньше размером, возникло бы искушение замариновать ее, поместив в банку со спиртом. Ее называли цветком трущоб, и говорили, что это вообще идеальное уродство, а не скульптура. И, собственно, вот эта натуралистичность как раз, наверное, и побуждала современников думать о том, что такой скульптуре место скорее в музее естественной истории, нежели в пространстве выставки или в пространстве какой-либо галереи. И сейчас я вам как раз покажу, с чем, в принципе, можно сравнить это произведение. Вот это работа академического мастера Полю Дебуа Пегаль. Работа называется «Флорентийский певец XV столетия», а создана она в середине XIX. То есть вот такой исторический, скажем так, образ, очень романтизированный молодого юноши, музыканта, который в одеждах XV столетия, эпохи Возрождения здесь изображен. Вот обратите внимание, насколько здесь отполирована поверхность, насколько здесь трактована детально, реалистично лицо, насколько проработана текстура тканей и всевозможных деталей. То есть мы здесь видим действительно очень хорошо отполированный материал, в отличие от рыхлой, практически такой фактурной поверхности, которая была свойственна работе Дега. Более того, нужно сказать, почему еще и столь негативно относились к этой скульптуре, потому что было ощущение, что у этой скульптуры есть определенный такой эротический подтекст, потому что вообще мир балета, мир вот этих вот юных танцовщиц, он был связан с тем, что было распространено мнение, что мужчины этими девочками пользуются, особенно богатые мужчины, которые имеют доступ за кулисы, они имеют абонемент в оперу, и даже там в опере были специальные такие классы или кабинеты, где мужчины могли с танцовщицами встречаться. И, собственно, складывалось ощущение, что это просто образ юной проститутки, которая выставляет себя на показ так, довольно смело, откровенно и ни капли не стесняясь. На тот момент публика считывала вот этот подтекст, подтекст действительно мастером был заложен в эту скульптуру, потому что, когда он ее выставил, он поместил еще рядом несколько рисунков, которые он создал, побывав на заседании суда, где решалось дело о юных преступниках, о подростках, убивших человека. То есть, поместив вот эту свою девочку вот в такой криминальный мир, он сразу же давал публике возможность пустить свою мысль по нужному руслу. Естественно, и сам подход к изображению, и сам сюжет, все это было слишком скандально и слишком необычно для того времени. Как я уже сказала, скандал был настолько велик, что Дега после этого больше никогда свои скульптуры не выставлял. И почему же я, собственно, на этой скульптуре акцентирую ваше внимание? Дело в том, что именно эту скульптуру впервые и назвали импрессионистической. То есть, это первая скульптура, по отношению к которой, собственно, термин импрессионизм, импрессионистическая, был использован. И впервые это сделал критик Жюль Кларити, который писал следующее. «В этом оригинальность данной выставки независимых. Они также начинают утверждать свою независимость в области скульптуры. Цвета для них было недостаточно. Им нужен воск, гипс или бронза. Боже, у нас будут скульпторы-импрессионисты». Вот здесь нужно сказать, что скорее в данном случае критик окрестил эту скульптуру импрессионистической с точки зрения, что это было нечто новое, необычное с точки зрения использования самой манеры. И в то же время это было скорее как ругательство, как это произошло и по отношению к живописи художников-импрессионистов, когда возник сам термин импрессионизм. То есть скорее это было вот такое негативное описание той скульптуры, которую критик увидел на данной выставке. И нужно вам сказать, что вообще сам Эдгар Дега себя импрессионистом не считал. Он говорил о том, что «я не знаю, как можно передать впечатление». И когда он работал над этой скульптурой, он создал довольно большое количество подготовительных рисунков. И работал он в течение двух лет над этими рисунками, зарисовывая модель, пытаясь найти для нее нужную позу, нужную позицию. И в данном случае мы тоже не говорим о каком-то спонтанно созданном произведении, как это было свойственно художникам-импрессионистам, когда нужно было произведение буквально за один сеанс закончить, чтобы передать свое впечатление. О Дега мы этого не можем сказать ни в его живописи, ни в его графических произведениях, ни в его скульптуре такого рода, потому что он говорил, что «все, что я делаю, это результат очень долгого, осознанного подхода к созданию произведения». И вот эта скульптура единственная, которая была им выставлена, но на самом деле он свои попытки работать в области скульптуры не прекратил. Он просто больше никому свои скульптуры не показывал, и после его смерти в мастерской было найдено множество восковых фигур, которые он создавал, видимо, работая впоследствии с помощью этих моделей над своими живописными и графическими произведениями. То есть это действительно вот такие его попытки проработать движение в скульптуре. И несколько примеров тому я вам покажу. Это его работа «Школьница». И в данном случае тоже такое ощущение складывается, что это быстрое, такое натурное наблюдение, которое мастер переносит в свою скульптуру. То есть вот такое непосредственное, естественное движение. И, возможно, вот эта немного рыхлая, огрубленная манера, она как раз и связывается чаще всего с представлениями об импрессионизме, когда мастеру нужно быстро запечатлеть то, что он увидел. И для Дега вот эта фактурная манера, это как раз была возможность проработать саму постановку фигуры, не зацикливаясь на том, что нужно как-то окончательно придать лоск своему произведению, потому что, в принципе, оно не было предназначено чаще всего для чужих глаз. И очень часто, если мы говорим о скульптуре, которую мы связываем с таким направлением, как импрессионизм, может показаться, что это просто незаконченные произведения, ощущение от них складывается, что это действительно эскиз. Но мы потом с вами увидим в дальнейшем, что на самом деле произведение закончено и не эскизное, но это будет уже в творчестве других мастеров проявлено. И, собственно, конечно, у Дега очень много фигур балерин. Для того, чтобы изобразить движение в графике или в живописном произведении, он его предварительно прорабатывает в скульптуре. При этом он моделей своих показывает без одежды, для того, чтобы движение и позу лучшим образом самому для себя понять. И поэтому, опять же, такое ощущение эскизных каких-то зарисовок, вот этих легких па, порой даже, может быть, и не очень-то изящных, как это было, в принципе, свойственно Дега, потому что он показывал, что мир балета – это мир бесконечного труда, бесконечных репетиций, это не столько о красоте и какой-то эфемерности, сколько о том, что стоит вообще за этой красотой и эфемерностью, какой тяжелейший труд. И еще одна работа Дега, связанная с миром балета и его небольшая статуэтка, которая называется «Танцовщица». Опять же, просто упомяну о том, что вы иногда в музеях можете увидеть бронзовые отливки с этих скульптур, но нужно помнить, что отливки были созданы уже после смерти Дега, когда родственники нашли эти восковые модели и решили, что, в принципе, можно на этом заработать, можно делать бронзовые отливки, продавать их коллекционерам, продавать их музеям. Сам Дега в бронзе свои произведения не отливал, и когда ему даже предлагали отлить вот эту фигуру юной танцовщицы 14-летней, он говорил о том, что это слишком ответственно, потому что бронза – это уж слишком вечный материал. И поскольку не предназначались эти скульптуры для чужого глаза, то есть это была такая лаборатория самого мастера, он, конечно, себе очень многое позволял, работая над вот такого рода небольшими произведениями. Обратите внимание на эту скульптуру, которая изначально лепилась из воска на фактурную поверхность вот этой юбки балерины на то, как не до конца проработано ее лицо. То есть вот эта фактурная поверхность и вот эта эскизность – это будет характерная черта импрессионистической скульптуры в дальнейшем. И если говорить о работах Дегаду, это, конечно, мастер, который себе позволяет очень смело играть с композицией самой. И перед вами его скульптура, которая изображает моющуюся женщину. И в данном случае у него вообще очень много и в жилописи, и в графике, и в скульптуре, как мы видим, вот таких тем «Дама за туалетом». И связано это было во многом с тем, что он, как и многие мастера того времени, был хорошо знаком с японским искусством. Японское искусство было очень популярным. Вот там эти мотивы в японской гравюре были довольно распространены. Женщина за туалетом, то есть дама, которая причесывается или моется, или вытирается. И вот эта скульптура очень любопытна еще и тем, что мастер позволяет себе играть с ракурсами. То есть мы эту скульптуру можем с разных сторон рассматривать, в том числе она предназначена и для того, чтобы можно было ее рассматривать сверху. И вот прямо наблюдаем, когда намыливает себе ногу, лежа в тазу. То есть на тот момент это что-то было абсолютно необычное с точки зрения композиции. Но опять же, поскольку это не профессиональный скульптор, он позволяет себе смело в данном случае экспериментировать. Или вот такие мотивы дамы, натирающиеся мочалкой. И тоже обратите внимание, насколько рыхлая и фактурная, не сглаженная абсолютно поверхностью этих скульптур. Или, например, дама расчесывающаяся. И вот такие мотивы переходили из скульптур в графические произведения, или наоборот, из графики в скульптуру, где он тоже хотел поработать с подобными темами. И вот вы видите скульптуру женщины расчесывающего волоса. Все это очень небольшого формата произведения. И вот он тот же мотив, который прослеживается в графике Дега того же абсолютно времени. И следующая работа, которая мне показалась очень любопытной, то есть действительно такой натурный момент, натурное наблюдение. Работа называется «Массаж». Что здесь непосредственно мы с вами видим, как мастер просто мимо, наверное, проходя, обратил внимание, как одно из танцовщиц массирует ногу. И вот это вот, опять же, вот здесь мы скорее можем говорить тоже вот о таком непосредственном впечатлении, которое он довольно быстро переносит в пространство своей скульптуры, которая служит ему таким рабочим материалом. И если говорить о художниках-импрессионистах, то стоит сказать еще и о Пьере Агюсте Ренуаре, который к скульптуре тоже обращается. Но это вот такая довольно интересная история и необычная. К скульптуре обращается в позднем уже возрасте, в начале XX века. Мы точно не знаем, работал ли он в области скульптуры, будучи еще молодым художником. Но в самом начале XX века он начинает взаимодействовать с молодым скульптором Ришаром Гено. И очень часто он переносит в свои скульптурные произведения мотивы, которые он берет непосредственно из своей живописи еще конца XIX столетия. Вот перед вами его работа, которая изображает сына Клода, или как он, 1908 год. И тоже мы здесь видим, на самом деле, такую довольно фактурную поверхность скульптуры и довольно обобщенный образ, то есть абсолютно не в классическом ключе решенный. Но нужно помнить, что на тот момент, 1908 год, это уже время, когда идут более смелые эксперименты в скульптуре. Например, уже Пабло Пикассо создает первые кубистические скульптуры. То есть мы тут о какой-то прям такой смелости Ренуара не можем говорить. Работал он в скульптуре очень и очень своеобразно. Дело в том, что на тот момент у него были проблемы с руками, то есть ревматоидный артрит, который ему даже и писать особо не позволял. То есть у него были трудности с созданием своих собственных произведений. И Амбруас Валар, известный арт-дилер, скажем так, и галерист, он однажды Ренуару сказал, а почему бы вам не попробовать поработать с профессиональным скульптором, который будет вашим помощником и вашими руками. И таким образом был приглашен Ришар Гено, который до того момента уже работал с известным мастером Аристидом Майолем. И Ренуар ему просто напрямую говорил, что нужно и как изображать, где добавить глины, где убавить. То есть действительно Ришар Гено становится руками художника Адюста Ренуара. И сейчас буквально несколько работ покажу, которые были созданы в этом тандеме. И здесь мы тоже не можем говорить с вами, по сути, об импрессионистической скульптуре, потому что это художник, который к началу XX века вообще уже от импрессионизма отошел. Он сам еще в конце XIX говорил, что я дошел до конца импрессионизма. И, по сути, те произведения, которые мы с вами будем видеть, они вот тоже скорее уже даже в академическом ключе таком решены. И перед вами работа под названием «Материнство». В 1915 году умирает жена Ренуара, Алиса Шерего. И в данном случае он решает, что он мог бы создать скульптуру в ее памяти и эту скульптуру установить на его могиле. Извините, Алина Шерего ее звали. И нужно сказать, что он за основу берет свое собственное живописное произведение и говорит Ришару Гено о том, как стоит с ним работать для того, чтобы создать трехмерный образ. И на самом деле на могиле Алины будет установлена другая скульптура. Это будет портрет мадам Ренуара. Опять же, в основе лежит живописное произведение, живописный образ, который мастер Ришар Гено в трехмерный объем переводит, работая в таракоте. В данном случае вы видите бюст еще и раскрашенный. То есть все-таки художник Ренуар мимо цвета в скульптуре пройти не может. Ну и нужно отметить, что вообще для скульптуры начала XX века возвращение цвета было довольно характерным. И далее мы знаем, что на могиле Алины Шерего был установлен уже из бронзы отлитый подобный бюст. И еще одна работа, которая была создана в этом тандеме, то есть вы видите, я указываю два имени, потому что Ришар Гено в определенный момент просто взбунтовался уже после смерти Ренуара. Он стал спорить с наследниками и говорить, как же так вообще-то я сделал скульптуры, а в качестве автора указывается Ренуар, это неправильно. Он даже выиграл суд и добился того, чтобы какие-то даже проценты с продаж отливок шли ему. И перед вами работа, опять же, такого совместного плана. Называется работа Венера победительницы, 2014 год. И вот это уже поздний Ренуар, его поздние образы. И тут тоже мы будем скорее с вами говорить о классической скульптуре, о вот такой довольно тщательной проработке, обработке поверхности самого произведения. И даже здесь будет нам скорее напоминать эта работа творчества Аристида Майоли, с которым Ришар Гено уже до этого взаимодействовал. Или, например, суд Париса, классическая абсолютно тема. И решена она также в таком довольно классическом ключе. Очень часто мы можем услышать, что такой мастер знаменитый, как Агюст Роден, был импрессионистом в скульптуре. Но мы не можем этого с вами на 100% так сказать. Дело в том, что он, конечно, с импрессионистами был очень хорошо знаком, он был с ними дружен, он вместе с ними выставлялся. Так же, как импрессионисты в живописи отошли от академических традиций, так же это делает Роден в скульптуре. Но если мы с вами вспомним особенности живописного импрессионизма, скорее, если вам сказать слово «импрессионизм», у вас будут возникать ассоциации с чем-то легким, воздушным, очень позитивным, радостным, ярким. У Родена таких тем нет. Роден, в отличие от импрессионистов-живописцев, которые обращались к миру современного города, писали очень часто такие жанровые какие-то сцены, которые они наблюдали вокруг, Роден работает исключительно с вечными темами. То есть это тема смерти, тема любви, тема страданий человека. И он скорее действительно в плане техники и в плане манеры отходит от академической традиции, поэтому его как такого революционера, экспериментатора сближают по этим признакам с импрессионистами. Перед вами его знаменитая работа «Бронзовый век». Опять же, это такой аллегорический образ, которого мы не могли, например, в живописи импрессионизма увидеть. То есть это образ, связанный с пробуждением человеческой мысли на заре бронзового века. И в данном случае тоже была абсолютно скандальная работа, выставленная в салоне в 1877 году. Скандальная она была, потому что слишком уж Роден тщательно проработал поверхность своей скульптуры, передав прям мельчайшее движение каждого мускулу, каждой мышцы. И мы с вами видели, что для академической скульптуры характерна вот такая абсолютно сглаженная поверхность, но Роден от этого отходит. И связано это было во многом с тем, что он говорил о том, что вообще каждый, опять же, мускул, каждая мышца, вообще каждый сантиметр человеческого тела в своем движении может передать эмоционально-психологическое состояние человека. Именно поэтому его скульптуры такие фактурные. То есть это обусловлено идеей, которую он вообще вкладывает в свои произведения. Сейчас несколько работ Родена мы с вами посмотрим и поймем, что, конечно, они скорее такого символистского толка, и мы не можем с вами сказать, что это импрессионизм в скульптуре. Его знаменитые «Врата ада» – произведение, которое в бронзе было отлито уже после его смерти. Он над ним более 30 лет работал, так его и не считал для себя законченным. И в основе вот этих «Врат ада», которые стали антитезой знаменитым райским вратам Гиберти, лежали образы, заимствованные из божественной комедии «Танте», образы, связанные со страданием человеческих душ, которые оказались в аду и проходят все его круги. И здесь есть ощущение вот такой фактурной, опять же, очень движущейся какой-то структуры, движущейся поверхностью, но в основном это как раз вот эти проклятые души какие-то, такие довольно устрашающие образы с легкостью импрессионизма, не имеющие ничего общего. И, собственно, из этого произведения, пока Роден над ним работал, он довольно много вычленил самостоятельных скульптур, потому что какие-то образы ему оказались уже абсолютно самодостаточными. Например, знаменитый его мыслитель, который нам известен чаще всего в таком монументальном уже формате, он должен был сидеть в верхней части этих врат и наблюдать за вот этими существами, которые там страдают в вот этих адских пространствах. И вообще изначально это было изображение, идея такая, что это изображение самого Данте, который наблюдает за своими собственными персонажами. И вот обратите внимание на хаос фигур, который царит сзади. Это не только страдающие души, но там и какие-то черепа, изображения демонов и так далее. То есть, конечно, с легкостью работ того же Клода Мане или Агюста Ренуара мы не можем с вами даже сравнивать такие произведения. При этом обратите внимание, что несколько его известных работ, собственно, вычлененные из врат ада, становятся самостоятельными. Это его знаменитый поцелуй. И опять же, посмотрите, что он в данном случае обращается к вечной теме, теме любви. И скульптура, скорее, опять же, академического толка. То есть здесь вот можно сказать, что абсолютно проработана тщательно поверхность тел, поверхность этих фигур. Фактурной остается тот камень, на котором они восседают. И вот здесь рождается такая интересная довольно тоже игра пространства, игра различных фактур. И для Родена, конечно, тоже, что сближает его с импрессионистами, для него была характерна игра света и тени. То есть за счет фактурности определенной поверхности его скульптур эта игра рождалась. Или вот знаменитая его работа «Вечная весна». И почему его еще считают экспериментатором? Дело в том, что он мог позволять себе одну и ту же модель использовать в разных композициях. Как в данном случае отдельно существовала фигура девушки, так называемый торс Адель, который он использует для того, чтобы создать композицию «Вечная весна». Или его не менее знаменитая работа «Зима». Вот здесь мы как раз можем говорить о вот такой огрубленной фактурной поверхности, которая позволяет передать специфику стареющего человеческого тела. Вот это тоже такое новое введение Родена, потому что академическая скульптура, она, если старость и изображала, то это была такая старость благородная, не отталкивающая. Роден же показывает действительно вот это отталкивающее состояние этого стареющего тела. И в основе лежит, опять же, литературное произведение. У скульптуры еще одно из названий. Та, которую звали прекрасная Амьер, то есть куртизанка, некогда прекрасная. Смотрит на свое отражение в зеркале и горюет о том, что ушла молодость и ушла красота. То есть тоже такой трагический, на самом деле, образ, который мы бы не могли увидеть в живописи импрессионистов. Еще одна знаменитая работа Родена «Шагающий». Чем она любопытна? То есть здесь мастер использовал два этюда пластических, которые долго лежали у него в мастерской. Созданы были еще в конце 70-х годов. Это была подготовка к скульптуре, которую он создавал на тот момент, образ Иоанна Крестителя, идущего. И когда спустя несколько десятилетий Роден увидел в собственной мастерской вот эти вот этюды, он их решил соединить и создать новое произведение. И в данном случае отдельно существовали ноги, отдельно существовал торс, который художник соединяет. И можно даже обратить внимание, что фактура верхней части и нижней части абсолютно разная. То есть верхняя часть скульптуры более фактурна, чем нижняя. И вот это тоже такая специфика, которую привносит Роден в скульптуру. Он говорит о том, что, как я уже упоминала, что каждая часть человеческого тела может выразить эмоциональное состояние человека, поэтому не обязательно фигуру полностью изображать. Вот «Шагающий» — он же шагает. То есть главное здесь движение, главное — это шаг, и поэтому можно не изображать голову, и можно не изображать руки. То есть это лишнее. Идея шага может быть выражена и вот в таком фрагментированном изображении тела. Скорее про импрессионизм и вот про какое-то впечатление мы можем говорить, упоминая о портретах, создаваемых Роденом. То есть действительно он в своих портретах передает впечатление от того или иного человека. Вот перед вами Бюстрошфур, и обратите внимание на такую тоже фактурную поверхность в том, что касается изображения одежды. Вот мы сейчас целый ряд произведений увидим и поймем, что когда мастера изображают лицо человека, то лицо это будет проработано довольно тщательно и опять же в таком академическом, скорее традиционном ключе. Когда речь идет об изображении волос или об изображении одежды, то вот тут уже можно прибегнуть к так называемой импрессионистической лепке. То есть это тоже понятие, которое позже появится относительно вот этой фактурной игры материала. Появляется позже такое понятие, которое называется живописная лепка или импрессионистическая лепка. И вот тут тоже прекрасный такой пример. Это портрет Пьера Пьювида Шавана, художника, современника Родена. И обратите внимание, как вылепливает Роден одежду своей модели. Здесь очень тоже такой любопытный момент присутствует, что изначально мастер работает в глине или в гипсе, и не сглаживая поверхность этого материала, он оставляет буквально следы своей работы в материале. И потом вот эти следы, они сохраняются и в бронзовой отливке. То есть здесь получается действительно вот такая буквально вибрирующая поверхность скульптуры, что было абсолютно несвойственно скульптуре академической XIX века, да и вообще всей скульптуре, которая существовала до сих пор. И еще один образ Пьювида Шавана, но уже решенный в мраморе. С мрамором тоже Роден очень своеобразно работает. То есть вот это вот ощущение нон-финиту, незаконченной скульптуры. Но у Родена это определенная идея, идея, заложенная в его творческом методе. Здесь мы опять видим, что лицо модели проработано довольно тщательно, а все остальное кажется абсолютно необработанным. И вот эта идея, которая помогала мастеру передать ощущение вот тоже такого определенного трагизма. То есть образ Пьювида Шавана, он как будто погружается в некий первобытный хаос. Или, например, изображение Камилы Кладель, возлюбленной ученицы Родена. Казалось бы, образ любимой женщины, но насколько он тоже наполнен трагизмом внутренним. То есть это не вот эти легкие какие-то образы того же Ренуара, например, или каких-то дам, изображенных Хлодом Мане. И, собственно, образ Камилы Кладель превращается, опять же, в аллегорию определенного рода, в скульптуре, которая называется «Мысли». Опять же, голова проработана очень детально, но вот этот необработанный кусок мрамора – это как раз олицетворение такого хаоса, из которого мысль возникает, а потом она уходит, погружается обратно в хаос. И, наверное, единственное произведение относительно такое жизнерадостное, единственное произведение, где модель улыбается – это работа такая довольно относительно поздняя. Два варианта – это бюст герцогини де Шузель, последней пассии Родена, которая имела на него довольно большое влияние. Вот здесь тоже такая двойная игра, это был двойной бюст. С одной стороны, это было изображение, отдельный был бюст задумчивой герцогини, и отдельный был бюст герцогини улыбающейся. Это действительно единственный, наверное, образ веселого и улыбающегося человека в творчестве Родена. И мы видим, что он его повторяет им в мраморе. Но вот эта скульптура действительно пока еще не закончена. И мы здесь видим вот такие отверстия, которые остались от пунктирной машинки. И вообще, если говорить о впечатлении, которое дает Роден, вот этих впечатлений будет довольно мало. И это впечатление будут сродни тому, как создавал скульптуры для самого себя и для своей работы Эдгарда Га. Перед вами произведение, которое стало известно публике только в середине XX века, потому что эта работа находилась там в мастерской Родена, и как-то до нее руки не доходили, никто не обращал на него внимания. То есть она никогда не выставлялась при жизни Родена. Это образ знаменитого танцовщика русского Вацлава Нижинского, которого видел Роден во время выступления русских балетов в Париже. Вообще Роден проявлял большой интерес к танцу, например, рисовал ту же Айсидору Дункан, которая ему позировала, рисовал самых разных танцовщиков, исполнявших японские, камбоджийские танцы и так далее. Вот Нижинский был им приглашен в свою мастерскую, то есть изначально он еще во время балетной постановки, находясь в зале, сделал какие-то зарисовки, потом пригласил Нижинского в мастерскую и создал вот этот образ танцующего. Такое ощущение при этом все равно, что это какой-то танцующий дух, что это не человек, что это не человеческое существо, потому что вот даже говорят исследователи о том, что в репертуаре Нижинского не было ни в одной балетной постановке именно такого движения, что это, возможно, какая-то не то чтобы фантазия, а вот какая-то поза, которую, может быть, Роден увидел уже непосредственно в мастерской, может быть, даже это сидящая фигура на каком-то высоком, например, табурете, потому что, опять же, движение кажется очень неестественным, таким вот каким-то первобытным, необузданным, то есть это, опять же, символическое вообще изображение танца, но, опять же, не предназначенное для чужих глаз, то есть это исключительно работа Родена для себя, для собственного удовольствия. И, собственно, Роден один из самых знаменитых художников рубежа 19-20 века, скульпторов. И, конечно, его новая манера с вот этой вот фактурной очень часто поверхностью, с вот этой импрессионистической лепкой, да, опять же, помним, что это условное такое название, которого не было на тот момент еще, он, конечно, очень сильно влияет на молодых скульпторов, то есть все стараются, многие очень уйти от академической традиции, и вслед за Роденом экспериментировать в области скульптуры, и буквально несколько работ вам покажу тех мастеров, которые с ним взаимодействовали. Конечно, это та самая Камила Кладель, о которой я упоминала. При этом существует такое мнение, что Камила Кладель не находилась под влиянием Родена. Она уже оказалась ученицей Родена, будучи абсолютно самостоятельным мастером. Интересуясь скульптурой с детства, она любила лепить, жила в провинциальном городе, и родители как-то позвали в гости скульптора Альфреда Буше, он был хорошо знаком с Роденом, оказался в этом городе, и его позвали оценить мастерство совсем юной Камилы, которой на тот момент было, по-моему, лет 16. И Буше был абсолютно в восторге и сказал, что неужели она никогда ни у кого не училась, ее работа очень напоминает работа Родена. То есть она по этому пути идет абсолютно самостоятельно. Понятно, что с Роденом у нее потом произойдет вот такое творческое сближение во многом, и будут даже некоторые подозреватели. Во-первых, сама Камила Кладель, у которой будет нервное расстройство, она в конце уже будет говорить о том, что Роден у нее много всего украл, украл много идей, и, собственно, что она повлияла на Родена, а не Роден на нее. Но вот здесь как раз образ такой схожий с тем, что создавал Роден. Это вальс, а опять же, работа такого аллегорического характера. То есть такие обнаженные практически фигуры мужчины и женщины, вальсирующие. И вот то, о чем я уже упоминала, когда речь идет об изображении ткани, например, вот здесь можно прибегнуть к той самой фактурной лепке. Просто для примера я вам рядом ставлю изображение вальса, танца в трактовке Пьера Агюста Ренумары. Вот такой абсолютно жанровый мотив. Мотив, а у Камиллы Кладель это такая аллегорическая, символическая и наполненная определенным трагизмом тоже скульптура. Или, например, ее работа «Фортуна», «Слепая фортуна» с завязанными глазами, стоящая шатка на своем колесе. И вот опять такая характерная для нее трактовка, характерный прием, довольно тщательно отполированная поверхность бронза в том, что касается изображения человеческого тела, и очень фактурная лепка, когда речь заходит об изображении вот этой струящейся ткани. Или, например, образ самого Родена, портрет Родена, созданный Камиллой. Опять же, очень реалистично проработано лицо, но вот борода становится, да, вот такой, какой-то как будто массой необработанной, да, вот какое-то нечто такое природное, необузданное. И вот здесь мы тоже можем говорить о довольно смелом таком решении в области портрета. И поскольку Камилле тоже хотелось как-то своим собственным творчеством зарабатывать на жизнь, она создает ряд жанровых небольших статуэток. И вот здесь мы можем говорить, собственно, об импрессионизме, то есть как о впечатлении неком. Вот, например, ее работа «Волна», где она соединяет тоже очень оригинально материалы, да, «Бронза» и «Оникс». И вот здесь речь идет, может быть, даже о том, что она вдохновляется работой «Большая волна», да, знаменитой японской гравюрой. Или следующее произведение, которое называется «Сплетница». Известно, что Камила просто ехала в поезде и обратила внимание на юных девушек, которые сидели в купе и оживленно болтали. И она вот этот мотив переносит в свою скульптуру. Но, опять же, смотрите, как она это делает. То есть мы не видим с вами купе. И девушек, которые там представлены, девушки полностью обнажены, оказываются в каком-то абсолютно абстрактном обрамлении. Потому что, опять же, наверное, проще было вот такую работу продать, нежели изображение девушек, сидящих в купе. И если говорить о том, насколько фактурно и мощно работает Кладель, то перед вами ее произведение «Голова старика». И вот эта вот фактурность, она настолько мощная, что она во многом даже вызывает уже ассоциации с творчеством, например, Альберто Джекамити, который будет жить и работать намного позже. И, опять же, абсолютно трагический по своему настроению образ. То есть, опять же, нет ощущения вот этой жизнерадостности и легкости, которая была свойственна живописному импрессионизму. Несколько работ Антуана Бурделя, знаменитого мастера, который начинает тоже свой творческий путь как помощник Родена. Он долгое время потом будет говорить, что Роден на него никак не повлиял. Но его ранние работы об обратном свидетельствуют. Вот она, эта очень мощная фактурная лепка в его произведении «Материнство». И, опять же, с одной стороны, какой-то жанровый мотив, с другой стороны, это опять вот такой обобщающий, аллегорический образ матери и ребенка. Образ, который существовал в искусстве с древнейших времен. Но вот эта работа, пожалуй, такая пока еще жанровая. Девушка, собирающая яблоки. И вот здесь такой действительно образ близкий, может быть, к импрессионизму. Жизнерадостная барышня, которая срывает яблоки с дерева. И тоже это все решено вот в такой довольно условной манере. Или изображение знакомого актера, который создает. Бурдель – это все конец XIX века, потому что потом он придет к своему собственному стилю очень и очень уже по характеру своему другому. То есть вот она тоже фактурная лепка в том, что касается изображения одежды вот этого кружевного воротника актера. Вот это, пожалуй, самая его импрессионистическая работа. Называется она «Танцоры. 14 июля». Он находится в Пушкинском музее, в постоянной экспозиции. Здесь мы действительно можем с вами говорить о таком натурном мотиве, потому что известно, что мастер просто 14 июля, день взятия Бастилия, праздник. Он просто шел по городу, услышал звуки народного оркестра, подошел ближе, увидел, как танцуют пары. И вот этот момент ему настолько запомнился, что сразу же, придя в мастерскую, он, собственно, и запечатлел танцующую пару вот в этой, опять же, очень фактурной эскизной манере. Но это не эскиз, это законченное произведение. Вот это действительно впечатление скульптора, которое он переносит в свое собственное произведение вот такого импрессионистического толка. И далее, благодаря вот этой фактурной поверхности, которая теперь плотно в скульптуру вообще войдет, Бурдель тоже будет изображать довольно трагические образы. Например, образ Бетховена, который вот тут есть два варианта. То есть вот эта грубость определенная, она для скульптуры отныне будет характерной. Или вот, например, его поздняя работа, уже вот этот стиль Бурделя, такой, имеющий в основе своей отсылку к искусству архаической Греции, такой более обобщенный, более тоже огрубленный, но в другом ключе. И вот здесь мы уже видим, как приходит Бурдель к своему собственному стилю, в которой он там еще несколько лет проработает. К Родену тянутся вообще все молодые скульпторы из самых разных стран. Вот, например, Карл Миллес, шведский мастер, который, приехав в Париж, вместе со своей сестрой будет создавать жанровые скульптуры небольшие. Вот здесь мы как раз говорим тоже уже с вами об импрессионистической пластике, то есть натурный такой мотив жанровый, который решен в таком ключе, как раз когда мастер за счет фактурной поверхности передает какие-то свои впечатления, свои ощущения. Вот это тоже работа из Пушкинского музея. «Ливень», «Волочница», «Старуха с девочкой». И, собственно, Руд Миллес, сестра Карла, тоже в таком ключе работала. И интересно, что их произведения ранние очень трудно друг от друга отличить, потому что они вот в одной стилистике практически созданы. Вот они на пару работают. И вот две скульптуры, маленькие статуэтки, созданные Рудой. Это, опять же, во многом натурное наблюдение после того, как они вместе побывали в Голландии. И просто для примера посмотрите, к чему позже приходит Карл Миллес. К более тоже такой огрубленной форме, более сглаженной поверхности. Или, например, немецкий мастер Берхард Хёдгер, который тоже приезжает в Париж, тоже оказывается под влиянием Родена, и создает вот такие фактурные очень произведения. Иногда жанрового характера, например, «Угольщик». То есть вот такие скульптурки небольшие, жанровые, они будут уже пользоваться в начале XX века спросом. Или вот тот же Хёдгер, его работа «Рыбаки». Тоже такое ощущение, что это эскизное какое-то, да, набросок. Но на самом деле это законченное произведение. Вот и посмотрите, к чему приходится Хёдгер буквально спустя 10 лет. Абсолютно к другой стилистике. То есть каждый мастер на тот момент проходит через влияние Родена, через влияние вот этого условного импрессионизма, а потом приходит к своему собственному стилю. И вот здесь хотелось бы упомянуть творчество Анны Голубкиной, которую тоже часто называют импрессионистом в скульптуре. Но вообще те мастера, о которых мы сегодня говорим, на самом деле, я бы их не загоняла вот в эти рамки, потому что они яркие, самостоятельные личности, не работающие в пределах какого-то одного стиля. И та же Голубкина – это мастер очень-очень разнообразный, который в самых разных материалах работает. И в зависимости от того, какую идею она хочет передать в своих произведениях, в зависимости от этого будет выбран материал, и будет выбрана сама манера его обработки. И перед вами скульптура-странница. Вот тоже Голубкина – это такой абсолютный самородок, как про нее говорили, да, скульптор-крестьянка. Крестьянский скульптор, потому что она до 25 лет, собственно, занималась огородничеством вместе со своей семьей. Я лепилась с детства просто потому, что ей это нравилось. И вот только в 25 лет уже по настоянию знакомых, которые ей говорили, что у нее талант, она отправилась учиться в Москву, потом в Петербург. Ее не хотели принимать, потому что у нее вообще никакого художественного образования не было. Даже образования обычного школьного у нее не было. И ей отказали в приеме на курсы. Но она принесла в итоге наутро, вылепив буквально за ночь вот эту скульптуру-странница. И приемная комиссия была настолько поражена, что ее приняли учиться без оплаты. И далее она начинает развивать свой талант. Но опять же надо помнить, что Россия, конец XIX века, пока еще здесь нет таких смелых экспериментов, как это было свойственно той же Франции, например. И, конечно, манера Голубкиной кажется странной. Говорили, что это такое прекрасное уродство. И она в итоге понимает, что ей нужно будет куда-то двигаться дальше. И она в итоге поедет как раз в Париж. И какое-то время даже будет не то чтобы ученицей Родена, она будет приходить к нему за разными советами. Он будет ее наставлять, как дальше двигаться. И в Париже она создает вот это произведение «Старость». И для этой скульптуры позировала та же модель, что позировала Роден. Ну и вот эта тема старости и у Камилы Кладель будет возникать, и у Голубкиной тоже образ абсолютно, опять же, трагический. Собственно, относительно этого искусства, и было сказано, что это прекрасное уродство. И вот эта работа выставлялась в парижском салоне. То есть Голубкина вообще была первым скульптором русским, который снискал успех в парижском салоне. И далее она будет работать с вот этой манерой, такой рыхлой, фактурной, для того, чтобы создавать образы, опять же, скорее символистского толка. Вот перед вами такая пара, парная композиция, которая называется «Огонь». И вот эти скульптуры должны были фланкировать. Камин – это мужская и женская фигуры. Но, опять же, мы говорим о том, что это скорее фигуры такого аллегорического, с одной стороны, толка. С другой стороны, тоже есть вот какое-то ощущение, ну не то чтобы страдания, да, каких-то внутренних переживаний. То есть нету здесь опять, да, вот этих жизнерадостных мотивов живописного импрессионизма. Или работа земля. Тут вообще непонятно. Это мужской образ или женский, да, нечто абстрактное практически. Нечто грубое, нечто мощное, как та самая первобытная земля, которая питала людей из древнейших времен. И вот этот образ тоже в такой импрессионистической манере решен Голубкиной. Или ее знаменитая ваза «Туман», которая подразумевает самые разные точки обхода, потому что в зависимости от ракурса меняется. Сам образ тоже вот в такой очень подвижной, импрессионистической манере этот образ решен. Но, опять же, это аллегорическая композиция. И, конечно, Голубкина будет очень благодарна Родену, будет писать ему благодарственные письма. А она, увидев работу Родена, потом будет понимать, что можно двигаться в этом направлении. Не обязательно, как и везде говорили, оставаться в рамках академической скульптуры и пытаться свою манеру выправить. То есть можно выразить свое какое-то мироощущение, мировосприятие через собственное произведение, привлекая к этому в том числе и саму манеру лепки или манеру резьбы, когда мы говорим о дереве или о мраморе. То есть действительно Голубкина – это мало того, что первый скульптор женщины в России, но и один из первых мастеров, который вот к этой очень необычной манере обращается. И академически, опять же, это было связано вот с ее очень самобытным талантом. И с тем, что она работает в таком роденовском практически стиле, вот в этой технике импрессионистической лепки, не видя еще родены, так же, как это было в случае и с Камилой Кладель. И знаменитая волна – тоже образ такой, наполненный определенным символизмом. Горельеф над входом в художественный театр. Заказ, который был дан Голубкину, то есть это тоже нонсен. Женщина-скульптор получает официальный такой практический заказ на оформление здания, экстерьера здания. И тоже мы видим, как эта фактурная лепка, вот эта грубая рыхлая масса, она на самом деле передает, опять же, идею самой воды, волны, гребца, то есть вот идею некой стихии. То есть опять мы о каких-то натурных таких жанровых наблюдениях здесь не говорим. И даже если мы о них говорим в случае с Голубкиной, то тоже такие произведения будут иметь свой символический подтекст. Это ее довольно известный, так как камерного формата работа под названием «Кочка», где мы видим детей, сидящих вот в таком тоже практически абстрактном обрамлении. И вот вроде бы кажется нам со стороны с вами, вот он тот самый жанровый мотив «Дети», вот он может даже такой мотив импрессионистический, решено все в таком импрессионистическом, подвижном ключе. Опять же, когда я говорю импрессионистическая лепка, фактурная поверхность, то есть это особенности скульптуры того времени, это вот скорее такое обобщенное понятие. Конечно, сами мастера того времени не употребляли по отношению к себе эти слова. И в данном случае, на самом деле, если говорить о подтексте определенном, то это образ, наполненный, опять же, трагизмом, потому что это образ, связанный с народными верованиями, о том, что души умерших детей, особенно если они не крещеные, что вот они блуждают и выходят к дороге, и вот возле дороги сидят и наблюдают за людьми, которые по этой дороге ходят. Собственно, название «кочка» по этому, что это «кочка» у дороги, где вот сидят и наблюдают вот эти души умерших детей за теми, кто ходит мимо. В основе лежит натурное наблюдение, потому что это образ ее собственных племянников, с которыми она пошла в баню, которые там замерзли, пока ее ждали где-то там в предбаннике. И вот этот образ замерзших детей она переносит в скульптуру, придавая, опять же, абсолютно иное, такое трагическое звучание этому образу. Когда она создает свои портреты, она тоже обращается к впечатлениям, скажем так, от моделей. И известно, что вот этот портрет Андрея Белого как раз был ею создан под впечатлением от его выступления. Когда он читал свои стихи, она побывала на этом его литературном вечере и была абсолютно им пленена, как человеком, как поэтом. И она его уже потом пригласила к себе в мастерскую, чтобы он ей позировал. И возникает тоже такой очень неоднозначный, очень своеобразный облик в скульптуре этого поэта. Как будто он, как у Родена это было, когда мысль из блока каменного мрамора возникала, чтобы потом уйти обратно в этот хаос. Так и здесь рождается ощущение, что возникает как будто из первобытного хаоса вот эта голова. Такая тоже очень своеобразная голова поэта. И то есть мы не говорим здесь, опять же, о таком традиционном классическом портрете. Это действительно впечатление от человека, которое передает в скульптуре Голубкина. И опять же, невозможно ее загнать в рамки импрессионизма, потому что она очень по-разному работает. Это можно наблюдать в самых разных ее произведениях. Но в том числе, когда это было ей необходимо, чтобы выразить какое-то свое отношение к модели, к какому-то сюжету, к какому-то образу, она прибегала к этой технике фактурно-импрессионистической лепки. Если говорить о портретах писателей и поэтов, то, наверное, самый необычный и самый скандальный тоже из памятников писателям, который был создан Роденом, это вот эта работа под названием «Бальзак». То есть это образ известного французского писателя Бальзака. Это был официальный заказ от общества литераторов. Очень долго Роден над ним работал. Ездил в город, где жил Бальзак, имел мерки от портного Бальзака, имел слепок с его рук, с его лица. То есть было с чем работать, чтобы создать такой, скорее, традиционный, привычный нам образ писателя, который можно поставить, памятник такого рода где-то в центре площади. Роден же в итоге создает такой очень неоднозначный образ, который тоже в итоге вызывает дикий скандал, когда он выставляет на салоне модель и обзывали эту скульптуру, как ее только не обзывали, там пингвин в халате и много-много чего, потому что образ очень неоднозначный, то есть не писатель в античной тоге, там, не знаю, с лирой в руках, например, а образ Бальзака, закутавшегося в домашний халат во время своего вот такого ночного бдения, когда ему приходило вдохновение. И лицо, с одной стороны, оно было таким довольно портретным, с другой стороны, очень обобщенным, да, то есть это вот такая, опять же, грубая, такая рыхлая, очень необычная масса. В чем еще была скандальность этой работы? Дело в том, что практически сразу же итальянский скульптор Медардо Россо обвинил Родена в плагиате. Он сказал, что Роден позаимствовал позу этой скульптуры с его Медардо Россо работы. И как раз о Медардо Россо мы сейчас поговорим, потому что это, пожалуй, единственный мастер, которого мы действительно можем назвать импрессионистом в скульптуре, потому что он себя сам таковым считал и так себя позиционировал, собственно говоря. И его работа «Букмекер» как раз, как он считал, она послужила прообразом для постановки фигуры Бальзака, которая была создана Роденом. И известно, что Роден очень хорошо знал работы Россо. Россо некоторое время жил в Париже. Они с Роденом общались, и Россо, в принципе, пришел к своей творческой манере тоже еще до того, как он узнал о произведениях Родена. То есть он тоже мастер абсолютно самобытный. И вот когда они друг с другом познакомились, стало понятно, что у них какие-то такие относительно единые устремления в области скульптуры. Они там обменялись произведениями, они общались. И в итоге вот потом... Ну, известно, что Роден видел эту работу Россо. Это сто процентов. Но многие все-таки считают, что Россо слишком уж преувеличил, говоря, что Роден украл у него идею. Но были очень сильные споры. Кто-то был на стороне Россо, кто-то был на стороне Родена. Но такой интересный факт, что когда уже в начале XX века у Родена спросили, а правда, что вот вы позаимствовали образ у Медарда Россо, чтобы создать своего бальзака, на что Роден сказал, что он вообще такого человека не знает, как Медарда Россо, что было на самом деле ложью, потому что факт их знакомства документально подтвержден. И сейчас мы немного с вами поговорим как раз о Медарда Россо, который действительно был мастером, поставившим себе в скульптуре определенные задачи, который решил отойти от академических традиций. И при этом он говорил о том, что у его скульптур есть определенное предназначение, то есть их нужно смотреть и рассматривать с конкретных ракурсов. И сейчас я вам несколько цитат зачитаю, где мы можем как раз поговорить о его творческом методе. «Все движется, нет ничего материального в природе, нельзя воспринять больше одного впечатления сразу. Впечатление – это часть единого целого, зависящая от цвета, от мысли воспринимающего. Каждое явление может быть следовательно выражено при помощи цвета и эмоционального ощущения, противоположного той геометрической мертвой перспективе, которая до сих пор практикуется и которая отрицает единство формы, пространства и воздуха». И Россо неоднократно говорил о том, что он следует в своих поисках природе. И вот еще одна цитата. «В природе нет твердых границ, их не должно быть в произведении искусства». То есть он уходит от традиционных понятий в области скульптуры. Он утверждает следующее. «Окончена навсегда перечеркнута эра скульптурного блока, который зрителю суждено было обозревать со всех сторон. На мои работы надо смотреть как на картину на оптическом расстоянии, где она восстанавливается с помощью сетчатки глаза». То есть он специально даже на выставках говорил о том, как надо установить его работы. То есть он сравнивал свои скульптуры с двухмерными объектами, которые нужно с определенной точки рассматривать. И для его скульптур тоже характерно вот это ощущение какой-то незаконченности, такое ощущение, что перед вами какой-то очень и очень беглый набросок. Но на самом деле это законченное произведение. Перед вами скульптура под названием «Разговор в саду». И вот так, видимо, люди выглядят, когда человек просто мимо них проходит и краем взгляда их замечает, и их фигуры смазываются. То есть достаточно оригинальная и смелая для конца XIX века скульптура. Опять же, так не работает еще даже Роден. То есть даже не то, что даже Роден, никто из тех, о ком мы сейчас с вами говорили, не позволяет себе вот до такой условности дойти для того, чтобы передать непосредственное впечатление скульптуре. К сожалению, очень многие работы Росса не сохранились. Мы о них можем судить только по фотографиям. И вот непосредственно некоторые работы у него так и назывались. Впечатления, например. И вот в данном случае фотография, не сохранившаяся скульптурой, которая называлась «Впечатление в омнибусе». То есть люди, которые просто сидят в общественном транспорте, и мастер какое-то о них создает впечатление и переносит его в собственное произведение. Вот здесь очень любопытно обратить внимание на размер этого произведения. То есть, во-первых, фигуры эти сидящие. Такое ощущение, что они действительно в рядок сидят на скамейке в омнибусе. И рядом такая размытая фигура реального человека, стоящего в полный рост. И мы можем благодаря ей вообще оценить масштаб этой скульптурной группы. То есть она очень большая. И вот такой жанровый, на самом деле, мотив, еще и вот в такой свободной манере решенной, это тоже нонсенс. То есть на тот момент никто еще так не работает и не переносит жанровый мотив в такую довольно масштабную композицию. Но, скорее всего, вот такого рода были там персонажи. Вот эта работа, которая как раз тоже называется «Впечатление умнибус», это то, что сохранилось. И тоже на что стоит обратить внимание. Медарда Росс очень активно использует воск как пластический материал, который позволяет ему как раз разрушать границы и создавать ощущение чего-то такого легкого и эфемерного. При этом он очень часто работает изначально с гипсом, а потом поверх гипса он накладывает воск. Воск довольно часто он окрашивает в разные цвета. Таким образом, еще и цвет он привносит в свою скульптуру. И вот благодаря воску действительно создается ощущение вот таких зыбких, расплывчатых границ, то есть нечеткого такого впечатления, опять же впечатления мимолетного. И вот перед вами фотография его несохранившейся, очень любопытная композиция, очень смелая на самом деле, композиция, которая так и называется «Впечатление бульвара». То есть это фигуры людей, которые вы могли видеть где-то ночью на Парижском бульваре. И, конечно, они у вас растворяются вот в этом ночном освещении. То есть здесь причем очень такая своеобразная композиция, вроде бы и жанровый мотив, но очень необычно решенный. То есть это фигуры идущей женщины, плюс еще там рядом фигуры обнимающейся мужчины и женщины. То есть это просто действительно такой из жизни выхваченный момент, который вы можете наблюдать, опять же, краем глаза, просто идя ночью по бульвару. То есть очень-очень смелая композиция, и вот в том числе и в том, что касается самой работы с материалом. И вот несколько еще его таких довольно смелых работ. Например, «Читающий человек». Это скульптура, которая вообще предназначена к такому очень своеобразному показу на низком постаменте. То есть вы на нее как будто сверху должны смотреть, чтобы создалось нужное впечатление вот с точки зрения Росса. И, наверное, даже если вы не знаете название, вы с трудом можете понять, что тут вообще изображено, потому что очень условный образ получился. То есть где тут что он читает, тоже не совсем понятно. То есть вот такое совсем-совсем обобщенное изображение. И очень кажется грубым вот этот материал, которым мастер пользуется. И иногда он создает свои скульптуры, которые напоминают вот такие стоящие в свободном пространстве рельефы. То есть это действительно скульптуры, нацеленные на то, что вы будете с одной только точки на них смотреть. И вот это образ матери и ребенка, тоже такой образ, скажем так, жанровый мотив. Но «Золотой возраст», вот это название, оно как бы опять же нас отсылает в мир каких-то символов и аллегорий. Вот это знаменитая привратница Мидарда Рос. То есть известно, что в основе лежал образ реальной привратницы, которая жила в его доме, мимо которой он ходил каждый день. И, видимо, вот так тоже, краем глаза, все время наблюдал одну и ту же ее позу, которую он передает вот в этой скульптуре, тоже вылепленной, покрытой воском. И опять же ощущение, что это вот какое-то отношение имеет данная скульптура к миру стихии, да, как будто вот прям из камня выходит вот это лицо, опять же, чтобы потом в эту стихию погрузиться. Или церковный сторож. То есть мы видим вот такие характерные черты для его скульптуры, когда он действительно дает вот такой ракурс, наиболее, наверное, характерный для того или иного персонажа, которого он, например, регулярно наблюдает. И в мир символизма он, конечно, очень плотно уходит, потому что, вот, например, его больной ребенок, очень известная скульптура. И в данном случае мы видим, что и черты лица как будто растворяются, благодаря вот этому воску цветному, что он использует. Опять же, вот как будто из тумана выходит вот этот образ, чтобы обратно уйти вот в этот мир, может быть, духов, да, потому что больной ребенок на самом деле, может быть, даже подразумевает этот образ скорую смерть. Или, например, еще один, да, образ, тоже решенный в таком же ключе, когда ощущение как будто под вуалью скрыто лицо этой модели, и едва-едва из вот этого зыбкого какого-то мира теней, духов, оно вырисовывается, чтобы затем погрузиться в этот мир обратный. И вот эта условность, она все более и более сильной становится в работах Россо. Например, его произведение, которое называется «Мадам Х», это конец XIX века. Ну вот смелее вот этого не было ничего на самом деле, когда мастер просто лицо своей модели сводит к изображению вот этого носа, едва-едва намеченных глазниц. То есть то, что мы видели, вот это постепенный отход в мир неких духов, да, и в мир теней, вот здесь он кажется наиболее ярко выраженной. При этом на самом деле известно, что Россо очень сильно повлиял уже на мастеров скульптуры XX века. И образы больного ребенка, вот этот образ «Мадам Х» во многом может, например, прослеживаться в творчестве Константина Бранкузи. Вот здесь очень любопытный пример того, как одна и та же модель решена в произведениях двух мастеров, мастера графика и мастера-скульптора. Это Ивет Гильбер знаменитая. Слева вы видите ее, такой очень своеобразный портрет, созданный Тулус Латреком, Ивет Гильбер во время выступления. И образ, созданный Медардо Россо, тоже такой обобщенный. То есть известно, что Ивет Гильбер – это певица, которая пела там на сцене всякие разные песенки. То есть такой, на самом деле, развлекательный жанр. И, по сути, Тулус Латрек вот эту развлекательность в своем произведении смог отразить. А Медардо Россо, опять же, приходит к какому-то очень обобщенному образу этой дамы. То есть, опять же, вот никакой тебе веселости, жизнерадостности нет. То есть здесь тоже вот этот образ полный какой-то такой меланхолии, скажем так. И даже в портретах он себе позволяет тоже работать в такой очень манере, скажем, рыхлой. И если у Камилы Гладели или у Родена лицо человека было проработано довольно тщательно, а далее, когда изображалась одежда или волосы, там можно было работать фактурно, то у Медардо Россо все фактурно. И лицо, и одежда, и очень необычные сами постановки фигуры. Хотя вот мы видим, что не всегда он так работал. У него вот в самом начале творческой карьеры были более реалистичные образы. И еще один мастер, о котором стоит в данном случае поговорить, это Паула Трубецкой, тоже связанный с Италией. Сын русского князя, американской певицы, не имевшей прямо вот такого профессионального академического художественного образования, тоже с детства лепивший. Жил он в Италии. И вообще вот эта итальянская традиция создания бацетти, так называемых подготовительных небольших эскизов, которая была характерна для итальянских скульпторов на протяжении нескольких столетий. Вот эта эскизная манера, конечно, придет и в его творчество, поскольку некоторое время он все-таки будет учиться в Милане. И вот тоже пример итальянской скульптуры. Это Джузеппо Гранди, плачущая женщина, но считается, что это все-таки такой эскиз. И вот с Джузеппо Гранди как раз Трубецкой тоже был очень хорошо знаком. Если говорить о работах Трубецкого, что для него характерны, мы с вами видели в разных трактовках вот эту фактурную лепку, но никогда она еще не была такой сочной и практически живописной, как это было у Трубецкого. То есть в его произведениях мы действительно прям с вами можем наблюдать, как он работал. И вот прям можно, конечно, в музее не стоит так делать, но если провести пальцем по его скульптуре, то есть можно вообще почувствовать вот этот мазок по глине или по гипсу, который он проводит. То есть это сродни даже такому живописному мазку художников-импрессионистов. Если мы вспомним классическую живопись, то есть там такая довольно сглаженная поверхность. У импрессионистов эта поверхность тоже фактурная. И вот эта фактурность в скульптуре находит свое проявление. И на самом деле очень популярный на рубеже 19-20 века мастер. Ну, даже сродни Родена, наверное. То есть известно, что они, по-моему, в 900 году была всемирная выставка, когда они разделили приз за скульптуру. И он был настолько популярен, что к нему обращались самыми разными заказами. Очень много было заказных портретов. И вот он такой даже немножко салонный, потому что очень миловидные у него будут дамы, дети, животные. И вот опять же вот это сочетание фактур. Четко отполированная, очень хорошо отполированная поверхность тела. И вот это рыхлое фактурное изображение одежды. И довольно много у него таких наблюдений натурных, скажем так. Он какое-то время жил в Москве, тут преподавал. И вот это его московский извозчик, тоже такое натурное впечатление, переданное в скульптуре. И вот если говорить об образах детей, об образах животных, то они у него тоже очень непосредственные. С одной стороны, с другой стороны, у него тоже персонажи такие меланхоличные, скажем так. Никакого задорного веселья мы не увидим в этих героях. Или вот там, да, друзья, девочка и собака тоже. Такой, особенно, да, если на собаку посмотреть, нет ощущения радости жизни. И очень много он работает в области портрета. Опять же, свои впечатления от человека, очень часто передавая, как, например, в портрете своего друга Левитана. И вот здесь тоже обратите внимание вот на эти прям его фактурные мазки из глины, переведенные затем в бронзу. И одна из его известных работ – это образ Льва Толстого, портрет Льва Толстого, который его родственники считали вообще одним из лучших среди всех изображений знаменитого писателя. Но там отдельная история. То есть Трубецком он был интересен как неизвестный писатель, а просто как очень такая характерная модель, потому что известно, что Трубецкой ничего не читал, кроме книги о «Вреде курения», которую написал Толстой. И вообще, когда Толстой ему подарил собрание своих сочинений, то Трубецкой его благополучно в гостях забыл. То есть его литературное творчество было абсолютно неинтересно, интересна была сама модель, которую он по-разному изображал. И вот в таком знаменитом бюсте есть еще скульптура «Лев Толстой на коне». И вот благодаря тому, что начало XX века уже мы с вами можем видеть в фотографиях, как создавались те или иные произведения. Вот здесь как раз Трубецкому позирует Лев Толстой. И настолько знаменитый мастер, что ему было даже поручено создание памятника императору Александру Третьему, на самом деле мастер, который вызывал споры, потому что все-таки академическая традиция в скульптуре русской была сильна на рубеже XIX-XX столетия, а манера Трубецкого была слишком такой яростной. То есть он известно, что лепил очень-очень быстро, то есть там не было долго зарисовывания предварительных рисунков и так далее. И даже потом такое понятие появилось «слепить а-ля Трубецкой», то есть очень живо и очень быстро. И, собственно, вот эта манера, например, известный наш критик Стасов говорил о том, что это клочковатая манера Трубецкого, в которой он изуродовал уже массу военных, штатских собак, лошадей и так далее. То есть слишком уж такая неакадемическая манера у него. И странно, почему вообще его выбрали в качестве автора памятника императору Александру Третьему. Но считается, что вдовствующая императрица при взгляде на эту модель растаяла и решила, что действительно именно Трубецкому удалось передать какие-то и внешние, и внутренние характеристики ее мужа. Но в итоге тот памятник, который был создан Трубецким, тоже был абсолютно скандальный. Известно, что Николай II, увидев этот памятник, сказал, что хорошо бы Трубецкова сослать в Сибирь, потому что памятник отвратительный. И в итоге этот памятник так и не был установлен на каких-то таких масштабных площадях. Сейчас он находится рядом с мраморным дворцом в Петербурге. Последний наш герой тоже итальянец Рембрандт Бугатти, который прожил совсем короткую жизнь. И он в основном, даже не в основном, он работал исключительно в области анималистики и создал большое количество изображений самых разных животных, работая непосредственно в зоопарках в Париже, потом в Антверпене, потому что его даже приглашали специально именно для этой работы. И вы можете увидеть, как он работал непосредственно с моделью, находясь рядом с ней. И несколько его произведений. Это «Львенок» или «Левретка», которые находятся в Пушкинском музее. Или «Крадущаяся пантера» тоже все наполнено такой пластикой и изяществом. И замечательно схвачены вообще сами вот эти моменты движения животных. Или вот, например, очень такой своеобразный муравьед. Но это начало самого XX века, поэтому Бугатти постепенно будет уже и под влияние кубистов с их геометризованными формами попадать. Поэтому чуть более поздние его работы, середины десятых годов, они вот такие довольно огрубленные. Или вот, например, его «Лев» тоже вот такой геометризованной практически формы. И почему, собственно, я вот этих мастеров назвала? Дело в том, что именно их называли импрессионистами на рубеже XIX-XX века «Современник». То есть это пять скульпторов Дега, Роса Раден, Трубецкой и Рембрандт Бугатти. И не так давно открылась во Франкфурте музей «Штедель» выставка, которая как раз и затрагивает вот эту тему импрессионизма в скульптуре. И это первая вообще за 150 лет выставка, которая этой теме посвящена. Потому что, опять же, я уже упоминала, что специалисты не сходятся пока во мне, не были вообще импрессионизм в скульптуре. Потому что мы с вами упомянули нескольких авторов, относительно которых этот термин использовался на рубеже XIX-XX века. Но уже после Первой мировой войны практически никто этот термин не использует и не говорит о импрессионизме в скульптуре. Вообще вот эта тема действительно как-то не рассматривалась на протяжении даже XX века. То есть если мы говорим про импрессионизм в скульптуре, то чаще всего это такое довольно условное название, которое в основном касается манеры работать скульпторов и того, как они отходят от академической традиции в области пластики. Ну вот разве что действительно Медарда Росса, который себя как импрессионист позиционировал и как-то теоретизировал, как стоит в области скульптуры работать, пытался сблизить скульптуру и живопись. Вот его мы на 100% можем назвать импрессионистом в скульптуре. Все остальные мастера – это вот скорее художники, работавшие в определенной манере и благодаря этому как-то снискавшие у критиков и у публики вот это вот сравнение с импрессионизмом в пластике, подобное импрессионизму в живописи. Субтитры создавал DimaTorzok